Всем привет, друзья! С вами Болтарез, и сегодня мы с вами сыграем в Индихор, как обычно это и бывает на выходных. Индихор называется ВАРТ-13. Лысый человек с открытым ртом, чтобы это не значило, ждет нас. Ну а мы начинаем. В ЭСД двигаться, левая кнопка мыши фонарик, мышкой мы можем осмотреться вокруг, С значит мы крадемся, Ф интеракнуться, на G мы закрываем наш блокнот, открываем журнал на G и П пауза. Окей. На экране такой пиздец творится, что мне просто нечего сказать. Фонарик работает, хорошо. На F я ничего не интеракнусь, приседаю. Проверяем, как здесь все работает. Журнал пуст. Вообще ни единой записи. Нахуй мне его тогда дали. Непонятно. Ну как бы и пойдемте тогда исследовать. О, первая запись. Став, ну, это пациента 0.15. Значит на нем ставили эксперименты. Он там был сильным. Все выдерживал. Как бы даже вообще ага и ничего. Потом ему вставили... Ну а дальше история умалчивает тебя. Пожалуйста, будьте осторожны. 14-я комната опять. Закрываем на G. Хорошо. А что за ебанское это управление какое-то? Чего нельзя было интеракнуться там, например, на E, как обычно это и бывает. Ох, ни хуя себе, какой гигантский ключ. Пойдем со мной. Батареечка. Вот это замечательно. Что такое? Ебать! Нам наверняка туда! Хорошо. Тогда не будем заставлять его ждать. Ты посмотри, сука, еще и рычит. Где оно? У меня фонарь все отсвечивает, а без него ни хера не видно. Ага, я туда зайти не могу. Понял. Спокойно! Ну, в принципе, учитывая, что на него надели клетку на голову, он меня не укусит. Блядь, я к нему зайти не могу. Очень стремная игра, если честно. О, блядь! Ебать! Ты кусок говна! Ты что тут, блядь, замерз что ли? А, это еще и скринер был, еб твою мать. То есть он меня и звуком должен был еще напугать. Фу. Окей. Мне уже нравится. Наконец-то дверь, которая открывается. Дай-ка угадаю. Еще один блядский скринер, да? Что это там за бабка лежит? Или детка? Что у них с ебальниками? Я даже того не успел разглядеть. Так, сюда мы, значит, проползем, понял. А я так понимаю, что я буду бегать от кого-то, да? Спасаться. Бегать, кричать, спасите, помогите, пожалуйста, не надо. Вот это вот все будет со мной происходить, да? Но сюда я точно не смогу пролезть. Окей, и еще одна дверь открывается. Куда? Еще батареек надо набрать как следует. Вот этого вот надо взять однозначно. Нахуй мне, кстати, дали фонарик? Непонятно, потому что, ну, как бы и без него вполне себе нормально. Ладно, будем пока экономить заряд. А, у нас есть карта. Ммм, надо изучить. Надо изучить. Я нажимаю на журнал. И, собственно, душевая. Так, мы находимся здесь. Все понял. Выйдем вот сюда. Я смогу здесь пролезть и пойти, собственно, дальше. Отсюда мы начинали, туда мы не пройдем. Ну, все понятно. Все как бы адекватно. Пока. Изучаем это место дальше. Блин, ты сосуд. Блядь. Обожаю. Да возьми ты этот ключ, странный. Keep out. Keep out. Keep out. Видимо, на этой стене пробовали разные шрифты. А, ключ, ключ, спокойно, спокойно. Эта хуйня... А, нет, на месте. Оно не ожило, это радует. А я подобрал ключ, и этот ключ, естественно... Я думал от этой двери. А вы посмотрите-ка. Пока мы там гуляли, кто-то разобрал этот завал. Здорово. Ну и нам туда однозначно... Нахуй так не надо делать. Эта игра вообще непредсказуема. Просто до пиздецов. Я думал, что я ключ подобрал от этой двери, а оказывается нет. Тут, блядь, что-то сработало, и дверь сама открылась. Ну, нихуя себе. Я не хочу так. Я хочу, блядь... Чтобы я сам все делал. Кот, кот, спокойно. Да, ебаный фонарь. Шесть, три, пять. И там наверняка должна быть еще одна цифра. Но я ее не вижу. Шесть, три, пять. Хорошо, куда вводить? Ой, я тону. Я тону, выплывай, долбоеб. Что случилось? Что такое, нахуй? Ебаный ворот. А как... Пиздец. Мне в самом начале вообще не предупреждали, что такое будет. На какую клавишу-то я всплывать должен? Алло. Не, ну это пиздец. А как мне там... Ага, еще и Escape не работает. Охуительная игра, ребят. Насколько глубоко дно в этой игре? Как пиздец. Иной раз играешь в подобные инди-хоры, и серьезно, дна не видно, блядь. Окей, мне тогда ничего не остается, как просто перезайти в игру и попробовать как-то это место миновать, я не знаю. Ну вот я, собственно, опять же здесь. И на самом деле... Блядь, здесь просто нет текстур. Вы че, разработчики, блядь? Вы ебу дали. Вы как нахуй так создаете свои игры? Ну это пиздец. Ну это просто какой-то пиздец. Они просто забыли, блядь, сделать пол. Я не знаю, текстур там наложить или что. Ну что это за хуйня? Я сначала подумал, что здесь какая-то хуйня разлитая, и я просто увяз, и я должен был как-то быстро перемещаться. Но теперь-то я вижу, здесь просто пола нет. Вы че, долбоебы? Ой, блядь. Это пиздец. Я до сих пор не могу понять, вот сколько уже играю в эти все инди-хорры, сколько вы их пересмотрели, ребята, у меня на канале. И просто не перестаешь охуевать. Ну как можно выложить игру, не проверив, блядь, ее? Мы буквально сюда зашли за три минуты. Разработчик может, наверное, свой проект заспидранить минут за пять. Можно вообще везде все исходить и обсмотреть. Ну что я? Ну все, и пизда, и я пошел ко дну опять. Медленно, но верно, блядь. Меня тянет просто вниз. К сожалению, мы никогда не узнаем, хороша ли была эта игра на самом деле. Но скример знатный. В самом начале он мне понравился. Тогда пойдем посмотрим на еще что-нибудь. Первый блинкомом, может быть второй будет сочный и смачный. Волкинг хом называется. Следующая индюшатина. Зайти в опции я не могу, но походу пиздец продолжается. Тогда нажмем плей. Отлично, плей работает. Холодное пиво. Прекрасно, это то, что нам нужно. Пиво и вино. Это что, местный алкаш? Бар закрыт, иди домой. Что-то там... Да подожди ты, я не успею. Что такое? Мои глаза наливаются кровью и яростью. Ты умер, ты оказался в темноте. Чего, блядь? Подождите. Нихуя не понял. Что от меня хотят? Мне не налили выпить и сказали, иди домой? Так, а вон там, кстати, что-то есть. У меня ни фонаря, ни хуя нет. Подождите, куда я иду? Мое сердце начинает биться все быстрее и быстрее. Что за хуяня какая-то? Я вроде, когда скачивал инди-хор, я руководствовался там скриншотами, описанием, и вроде как все было более-менее нормально. Но первое, ладно, это просто нерабочий кусок говна, а это-то я вообще каким образом скачал? Ну, я сейчас опять сдохну. Я на свету, может быть, должен стоять, чтобы тьма не поглотила меня. Ну, похуй, я буду идти по улице, даже, наверное, не по улице, а вот прям по тротуару. Подальше от лесов, от деревьев, там наверняка маньячела какая-нибудь сидит. И вон он наш дом, да-да-да-да-да-да-да. Точно-точно. Получается следующим образом, ребят. Мы после... Я не успел дойти, сейчас попробуем еще раз. После работы мы решили зайти, вечер, пятница, решили зайти в бар, так сказать, промочить горло после трудовой недели. Но нас не пустили, фейс-контроль мы не прошли. Поэтому мы должны торопиться и бежать домой, потому что дома в холодосе у нас наверняка пару баночек холодного пивка-то завалялось. Трубы пиздец у мужика горят. Ну ничего, сейчас добежим. Наверное, это и есть наш дом. Один-единственный в этом городе. Охуительный город просто. Наш один-единственный дом и бар, и все. И больше нахуй ничего не надо. Дороги тут двухполосные. За кем хером, если тут никто не ездит? Хотя идет ремонт дороги, так что нормально. Ну все, 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 я уже добежал. Почти. Я нигде. Ты дома? Блядь, вы что, серьезно что ли? Охуеть. Инди-хорр. Дойти, блядь, до дома. Это какой-то пиздец. Я сейчас, естественно, запущу еще одну индюха. Может быть, даже и две. Если они будут точно такими же, я ебал вообще в рот. Третья на сегодня индюха под названием Бурглар. Не знаю, кто это, что это. Может быть, это место. Может быть, это какое-то событие. Сейчас будем разбираться. Эй, локацию я отправил тебе? Да. Дом, какой-то дом, старый чувак внутри богат. Это джекпот. Ты, что-то в... И я сделал ключ, дубликат. Пойдем скорее туда. Так, подождите-ка. Значит, мы, видимо, со своим дружаней отправились в дом. Так, так, так. В доме. Нихуя нет. Тихо, 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 блядь. Если, ребята, что-то пошло не так, надо всегда забиться в угол. Потому что первое правило, жопа должна быть прикрыта. Сделал на всякий случай чуть-чуть потише. Насколько я понял из разговора, это... Вроде как должен был быть дом богатого... Богатого человека. И мы как бы ограбить, наверное, его решили, да? Сделали там дубликат. И давай тут шлын, дать. Просто камазы, блядь, пригнали к дому. И все добро туда сваливаем. Но на самом деле... Тут вообще нихуя не дорого и не богато. Тут просто пачки денег разбросаны спокойно. Окей. Блядь, вообще как-то неприятно. То есть я должен просто ходить и деньги собирать. Это какой-то квест, что ли, или что это, блядь? Кольцо. Ну да, точно. Ну просто грабители. Мелкие воришки. Чё нельзя-то было сделать как-то, ну... Освещение-то, блядь, побольше. Ну чё это... Что такое? Да ну нахуй я чё, блядь, после таких звуков не пойду? Я не вижу, куда мне идти. Там синие свечение. Ещё и звуки такие страшные. Вот, блядь, жопой чую. В этой игре будут такие дикие скримеры. Опа. Призрак. Призрак женщины. Призрак женщины на кухне. Что бы это могло значить? Ля, какая печь. Ой, блядь. Просто, блядь, предметы нахуй понарасставили. Рандомно. Получилась игра. Вот как оно, ребят, в жизни-то всё бывает. То попадаешь, но прям на хорошие, качественные хорры. Прям так радуешься. Визжишь, как поросёнок. А бывает вот такая вот хуета. Причём, серьёзно, я эти игры специально не подбирал. Я просто накачал пачку всего. И, собственно, и вот, и по порядку запускаю их. Пытаюсь пройти. И вот надо же, да? Вот так вот попалось. Три игры подряд. Просто куски говна. Ну, опять же, первому инди-хорру под названием War 13 надо будет как-нибудь дать шанс. Потому что на самом-то деле игра просто, блядь, не работает. Пола не было. И всё. Может быть, на самом деле она и интересна, и страшна. Но второе это вообще пиздец. Здесь я пока тоже нихуя не понимаю. Ходим, блядь, деньги собираем. Кругом лужи крови. О, топор! Вот это другое дело. Нахуй я его, правда, взял? Не понимаю. Я могу понять, что я собираю деньги, кольца. То есть мы как бы драгоцен... А, вот для чего мне топор. Понял. Спокойно, я должен всё залутать. Ой. Блядь, как смешно-то, а? Вы сами знаете, меня хлебом не корми, дай полутать. Поэтому деньги я тут буду ходить и до последнего собирать. Очень неудобное расположение кровати. Я бы, конечно, здесь сделал всё по-другому. Так, ещё последний закуток. Это у нас что? Ключ! Блядь. Что это было? Да хуй его знает. Мертвец, блядь, проснулся, походу. Его можно открыть-то? Что он говорит? Вейк ап? Проснись? Да я не сплю, вроде бы. Нам нужно срочно бежать на первый этаж. У меня есть ключ. И сейчас мы пойдём дальше. В подвал пойдём. А там... Ой, как будет весело, да? Да. Ну, смотрите, здесь уже повеселее. Блядь, и что это такое? Моя голова. Мне нужно выбраться отсюда. Так, начинаются побегушки. Тут какие-то странные побегушки, потому что шрифт у меня не работает. Ой, блядь, пожалуйста. Ну, мне... Только воня лабиринт. Ёбаный в рот, ребята. Нам надо бежать отсюда. Найди спрятанную дверь. Хорошо. У меня есть отвертка. Прекрасно. Ну, ребята, здесь не работает ни бег. Здесь нет прыжков. Я даже красться, я даже присесть не могу. Поэтому я надеюсь, что нам не придётся ни от кого бегать. Мы будем просто ходить и изучать этот мир. Демонически. А если в круг зайду, ничего со мной не случится. Господи, блядь, а нельзя было по-нормальному написать? Моя замечательная дочь, как смерти возьмёт тебя рано? Но я не беспокоюсь об этом. И тебе, собственно, не советую. Вернёмся вместе вновь. Одно... Одно наше... Одна наша жертва. И ты будешь снова здесь. Так-так-так-так-так-так. То есть, обезумевший отец... Чё я должен взять? Это опять читать? Во, взял чё-то. Даже не заметил, что я взял. В общем, обезумевший отец. Спокойно, тут ещё можно. Нажмите есть, чтобы убить себе... Чё, ебанутые, что ли? Нахуй мне это надо? Обезумевший отец решил принести кого-то в жертву, чтобы вернуть свою дочь. Ну, как бы я-то вообще на это не подписывался. Вы чё, блядь, алло. Нахуй оно мне это надо? Я пришёл сюда хату обнести. Ага, это мы отсюда уходим. Подождите, рано. Какая-то спрятанная дверь должна быть. Где-то должна быть спрятанная дверь. Так-так-так-так-так-так-так. Во. Где это? Нам показали кат-сцену. Где-то, блядь, что-то там открылось. Ну, я в подвале ничего такого не видел. Может быть, нам всё-таки надо действительно выйти отсюда. А нас никто и не выпустит. Я так понимаю, да? Очень странно. Я мог с дверью повзаимодействовать, но мне не писали, что нажмите Е. Значится, где-то это должно быть здесь. А где эта хуйня здоровая, гигантская? От которой, по идее, я должен был убегать. Слушайте, ну всё идёт к тому, что я всё-таки должен покончить с собой. Не хотелось бы, знаете. Хотя, с другой стороны, я играю за воришку. Вот она комната. Так-так-так-так-так-так. Взяли ключ, и теперь нам нужно быстро-быстро бежать. Но, к сожалению, игра нам не позволяет этого сделать. Но я буду думать, что за мной погоня, я бегу. Я там уже выдохся, ножки устали, хиленькие мои, тощенькие. Но я бегу, я бегу, спасаюсь. Чтобы хоть немножко как-то экшона придать. Во. Хе-хе. Здрасте. Как знал, блядь, что сука будет меня поджидать. И что, и всё, да вы ебанулись, что ли? Спасибо, что поиграли. Охуеть. Просто, ребята, три игры, и просто как... Какой-то трышачина, блядь. Я не знаю, нахуй. Словно же не подобрать, насколько сильно я возмущён. Надеюсь, что в следующий раз попадётся что-нибудь достойное. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.